В городе началась генеральная уборка. На площади Пушкина кипит работа по чистке светодинамического фонтана, законсервированного на зиму. Рабочие приводят в порядок чашу фонтана. Сильные струи воды сбивают налипшую на кафель грязь. Техническая бригада уже проверила состояние всех 122 прожекторов, служащих для подсветки. Вышедшие из строя светодиоды заменили на новые. Сняли защитные короба, просмотрели опять же всю электрику, стекла, проверили звук. В данный момент моется чаша фонтана, отмывается после зимней грязи. Для того, чтобы на 1 мая фонтан заработал. В этой мобильной бригаде по уборке города 5 человек. Сегодня они, вооружившись швабрами, полируют Якова Горелина, а точнее его памятник на площади революции. Гранит моют обычными чистящими средствами и водой. Латунные буквы протирают ортофосфорной кислотой, чтобы блестели. Памятники стоят у дорог, поэтому, рассказывают рабочие, очень быстро загрязняются. Чтобы смотрелись как новенькие, их нужно обдать сильным напором воды. Если уже навык есть у бригады, то, в принципе, и есть техника. Трактор с водой придет под напором, то, ну, часика полтора, два, наверное, где-то вот так. А если зачищать все, то, конечно, вот бывает между плитами выходит клей как бы наружу, то приходится дольше. Приходится все соскребать, можно сказать, чуть ли не лезвиями такие специальные есть у нас. Только поддается этим. Остальные памятники и монументы областного центра бригады почистят до 1 мая. Ссылаясь на опыт прошлых лет, специалисты рассказывают, большинство сложностей возникает с металлической головой революционерки Генкиной на привокзальной площади. Чтобы почистить этот памятник, приходится использовать вышку. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.